Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». В конце недели очень хотелось бы поговорить о чём-нибудь весеннем и светлом. И повод нашёлся. С той любимой многими жителями губернии лауреат международных и всероссийских конкурсов ансамбля песни «Калина» подтвердил звание народного коллектива. Оказывается, подтвердить звание народного коллектива намного сложнее, чем получить его в первый раз. У меня в гостях, конечно, не весь коллектив, все бы ребята не разместились. Самые заслуженные представители, я бы сказал, сегодня ко мне пришли. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы соблаговолили. И, тем не менее, давайте знакомиться. Итак, Алексей Кондрашин, руководитель. И ваши очаровательные спутницы. Наши солистки Нина и Ольга. Хорошо. Фамилии у девчонок есть, надеюсь? Есть. Нина Кондрашина, я жена. Ольга Салеева. И Ольга Салеева. Хорошо. Вот, Алексей, насколько я понимаю, вы не только руководитель, но ещё и создатель «Калины». Да, на самом деле, так оно и есть. В 2003 году мне пришлось возглавить этот коллектив. На базе Управления культуры Красноярского района, после как раз окончания Самарской государственной академии культур и искусств, я пришёл туда, и мне предложили создать коллектив. Сначала предложили создать из женщин, из взрослых. Но я сразу это отрезал не в обиду женщинам. Сказал, что перспективнее будет создать молодёжный коллектив. И тем самым вот так... С тех пор Калина живёт. Вот, Калина, молодой коллектив. Калина, как в Малине, всё равно. Ну, я так и говорю, да. Вот, о вас говорят, игрок на все руки. Какую бы вещь ни взяли, любая сразу заиграет. Но я смотрю, здесь целый арсенал у меня на столе лежит. Это ещё и весь арсенал. Это ещё и весь арсенал. Но вот некоторые, я знаю, вот эти вот длинные, вот с коровьими рогами, это, по-моему, жалейка называется. Да, это жалейки, почему? А вот это вот... Они не просто так с разными размерами, разные рога, это разные тонарицы, конечно. Ближе ко мне это... Кугиклы. Это южно-русский инструмент, да. Это женский инструмент, кстати. Женский, то есть это вы играете? Да, если жалейка, это мужской, то кугиклы были распространены, да. Жалейка мужская, кугиклы женские. У нас уже в коллективе... Тогда положить, а это что за лыжные палки? На самом деле это и есть лыжная палка. То есть я попал, я угадаю. Да, 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 совершенно нет. Это была лыжная палка когда-то, может быть, кто-то на ней катался. А сейчас она стала свирелю. То есть вы подтверждаете, что что в руки попадёт, то и заиграет? Ну вот. Смотря к кому попадёт. Замечательно. Это тоже лыжная палка ваша? Это поменьше будет? Это поменьше, мы уже назвали её с опилочкой. Ага. Это из подставки под нот. Под нот. Да. Замечательно. Хорошо. Вот вам рукоплескали не только зрители Самарской губернии, насколько мне известно, и многих российских городов. Я знаю, у вас появились зрители и за рубежом. Это поклонники в Германии, в Турции, в Азербайджане. Ну да, мы с успехом выступали. Поклонников там у нас достаточно было много. Но это не весь список наших как бы поклонников из далёких стран. Мы участники саммита Евросоюз. Ага. Там были делегации из разных стран. Как минимум со всей Европы съезжались. Так что у девчонок поклонники по всей Европе. Можно так сказать. Да. У нас небольшая визиточка. Буквально, я надеюсь, нам покажут режиссёры. Давайте посмотрим. Семёновна юбка складочку, а мы плясать пойдём-то по двухрядочку. А вот, ребят, скажите, пожалуйста, почему так оказалось, что подтвердить звание «Народный коллектив» намного сложнее, чем его получить в первый раз? Вообще, звание «Народный» – это такая ступень в творчестве любого творчества коллектива. Мы, конечно, относимся к самодеятельному коллективу. Но получить звание «Народный» – это значит быть уже выделенным от самодеятельности. Быть значимым. Профессиональным. Именно, да, профессиональным. Раньше, насколько я помню, каждые пять лет подтверждали. Да, каждые три года надо подтверждать. Почему сложнее? Потому что вот мы задали планку. Через три года… И надо держать и повышать. То есть репертуар должен расширяться и каждый раз приходить чем-то. Не то, что расширяться, и повышать и сложность, как сказать, и виртуозность, и уровень выступления. Уровень репертуара повышать приходится. Но мы… Получается, бороться практически приходится. Ну да, по большому счету так есть. Можно сказать, да, это соревнование. Потому что вот я говорю, от исходного уровня пошли, надо идти все выше и выше. Поэтому мы вот и внедряем инструменты, хореография, песни. Да, инструментарь, раздельно делаем. Все в комплексе. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, вот кто ваши зрители? Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Вообще принято считать, что у народного коллектива, который исполняет как раз народные песни, да, зритель более зрелого, пожилого, можно сказать, возраста. Но мы, как бы, по роду своей деятельности пытаемся сейчас уйти от этого и внедрить народные песни именно молодежи, чтобы молодежь слушала. Интересно, любому поколению. Потому что я знаю, что, в принципе, у вас, как любят говорить большие артисты, аншлаги. Народ приходит и слушает с удовольствием. Вот молодежь приходит тоже. Приходит. Да, молодежь, как неудивительно, да. В последнее время замечено прям активное внимание молодежи к нашему творчеству. Молодцы. Смотрите, ведь народный коллектив, это что такое, в принципе? Это каждый из вас, на самом деле, занимается своим каким-то любимым или не очень, может быть, делом, да, а в свободное от основной работы время дарит радость всем остальным. Потому что это творческий и самодеятельный коллектив, да? Конечно, да. Вот Алексей разве что только может заниматься. Вот, допустим, Оля, вы чем занимаетесь? Ну, я по образованию тоже преподаватель, руководитель народного хора. У меня существует свой хор как раз вот женщин-стрелок. И вы поете на работе, а потом приходите и поете в свободное от работы время. Да, и поете еще и дома. Ну, нагрузка в колене больше, конечно. Ну, конечно, да. Потому что уровень мы задали, говорю, опять же, выше, поэтому и работы больше. Я работаю в музыкальной школе, у меня детки. Ну, я учу их играть на баяне, на аккордеоне, оркестр. Ну, и в то же время у меня есть еще и хор. И хор. Ну, в общем, мы все в одной стезе, так сказать. Как-то все равно касаемся специалистов. А вот репертуар у вас в основном народные песни? Ну, знаете... Или как-то вот варьируются? Есть авторские, народные, фольклорные, они все разные. Ну, бывает... Ну, мы стараемся, в общем, охватить все полностью, всю музыку. И для молодежи также сделать варианты какие-то... Да, учесть пожелания. Да, клубы, какие-то такие вещи. От 5, от времени. Какой вкус времени. Если берем какую-то современную вещь в современном стиле и подсовываем фольклорную песню, используем, и получается микс интересной молодежи, вроде и песни сохранили фольклорную, опять же, дали жизнь. Сколько у вас вообще человек в коллективе? Вообще 6. 6 человек. Вот сложно их как-то удерживать, руководить прекрасным коллективом? Очень сложно. Потому что... Жена сказала сложно, значит... Жена знает. Да, жена знает. Жена слушает. А в чем сложность? Ну, опять же, у каждого своя работа. Поэтому нужно убедить, уговорить. Убедить, приехать. У вас находится далеко. Отдаленность, да. В Красном Геру. Из города кататься, не каждая согласится, и время все это уходит. Пока доедет человек, пока уедет, это уже время ушло. А нам еще надо отдать там сколько сил и времени. Поэтому не каждый выдерживает. Но разные причины были. Бывает, и муж не пускает, потому что и до ночи приходится репетировать. А там уже ревность, звонки. Не верят. Серьезно. Да. Ну, у вас, у вашей пары такой проблемы нет, это вот если только уволят. Да, вот у меня были такие, да, случаи, когда вот только мы с мужем начали общаться, и он не понимал, зачем ты же работаешь, зачем ты ездишь, это же трата времени. То есть вот такая красивая должна быть только для меня, да? Да, да, да. Именно так, да. Ну, приходится убеждать человека, показывать результаты. Ну, были выезды мужей на нашем мероприятии, посмотрите, а кто же там на самом деле паёт. И когда видели, ну, я там, один и еще один мальчик, ну, успокаивались. Думали, мало ли куда они ездят. Может, там мужской хор. Правда. Вот скажите, вообще, насколько сложно выживать народному коллективу вот вообще вот это море шоу-бизнеса среди удержаться профессиональных артистов, профессиональных творческих коллективов? Потому что нужно же соответствовать. Телезрителю на самом деле, вот мне кажется, да, я прихожу на концерт, я не задумываюсь о том, самодеятельный это коллектив или нет, особенно если где-то на выезде, правильно? Конечно. И начинаешь сравниваться. Да. Ну, это очень тяжело, так как у нас в Самаре находится Самарская Академия Культуры и Искусств, и каждый год выпускается очень большое количество выпускников с нашего народного отделения. И каждый старается создать какой-то коллектив. И, знаете, приходится, да, находить какие-то выходы к тому, чтобы не быть похожими на всех. Чтобы выделяться и чтобы быть лучше. Судя по тому, что вы победители не только всероссийских, но и международных конкурсов, у вас это получается. Стараемся. Вот скажите мне, пожалуйста, я где-то слышал, что вам приходится даже в экспедиции отправляться-то за песнями. А без этого никак. Потому что репертуар – это, как говорится, ключ любого коллектива. Репертуар – хлеб коллектив, можно сказать даже так. В основном у нас песни мы записывали, это песни по Волже. Но мы коллектив с Волги, мы должны как-то отражать песенную традицию данного региона. Те песни, которые исполняли наши бабушки и прабабушки, они же уйдут с ними, правильно? Поэтому надо их изъять, возрождать, да, обязательно. Уже сейчас, уже не та ситуация, что было лет даже восемь назад. Я просто так много интересного права знаю, хочется, чтобы телезрители тоже это всё узнали. Я слышал, что каждый вот этот вот инструмент замечательный – это всё ручная работа. Не только эти, как у вас, пистелки из лыжных палок, но и всё остальное. Нет, конечно, ручная. Да, 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 это инструмент вообще делает папа нашего руководителя. Вот так вот. Да. Ну, Алексей у нас тоже занимается изготовлением. И надо сказать, что с детства, с пяти лет, через слёзы, папа мне вот давал эту же аллейку. На ней трудно, кстати, дудеть, тяжело, надо много воздуха. Да, теперь Алексей нас через слёз заставляет на них дудеть. Уже через наши слёзы, да. Вообще, это мужской же инструмент. Ну-ка, давайте, как она звучит, жалейка. Вот так вот, плачет. А это, опять забыл название. Кугиклы. Женщики, да? Всё по-другому. Кувиклы в некоторых видео. Кугиклы, кувички. Это женский инструмент, причём он парный. Парный. То есть, если играть, то вдвоём. Да. Или втроём. Или втроём. Замечательно. Замечательно. Подсказывает мне, совершенно мало времени остаётся. Тем не менее, есть вопросы. Вот скажите, бывают у вас какие-то авантюрные предложения? Вот заулыбали сразу, я понял. В общем, поступает предложение. Ну, например, давайте вот так, как Блиссом так. Вот самое авантюрное. Самое авантюрное, скажу сразу, мы не отказываемся от предложения, соглашаемся на любви. Спрыгнуть с парашютом и петь по коллективам. Буквально спрыгнуть с парашютом, предложение такое, на горе стрельный свадебный обряд сделать. В Жигулёвском заповеднике, на самой высокой точке, можно сказать, Жигулёвском заповеднике, сделали свадебный обряд. Как раз, когда молодожены проводили роспись свою, мы на фоне традиционной песни исполняли. То есть, стояли над обрывом. Да, да, я держалась. Я говорю, девчонки, только не смотрите вниз. Семь, чем могла, руками, ногами. Главное, улыбаемся и поём. Было страшно, честно. Но очень интересно. Но это красиво было. Боюсь спросить, а самое необычное? Самое необычное? Года три назад мы встречали в аэропорту Курумыч звёзд первый канал. Вот представляете. А в чём необычность? Прилетел самолёт. Ну, мы, нам сказали встретить. С хлебом, с солей встретить. Оказалось так, что очень много полных самолётов. Ну, весь самолёт выступал звёзд. Звёзд. Для нас это было, конечно, необычно. Плюс они прилетели на час раньше прямого эфира. И мы час развлекали вот этих звёзд. Мы пообщались. А, то есть вам час пришлось вместо пяти минут? Да. Елена Малышева подходит. Да, сложно. Давайте споём на слово. Самар-городок споём. Да легко. И вы с Еленой Малышевой, Самару. Кто ещё там был, кроме... Борис Грачевский. Варвара. Варвара певица была. Дмитрий Колдун. Так они должны быть вместе с вами. Кирилл Плетнёв, знаменитый актёр. И все подходили. Ребята, ну что с тобой, давайте споткимся. Много было вообще. И артистов фильма, и звёзд эстрады. И странно. Вы у меня такие замечательные сидите, красивые. Я понимаю, сейчас вот на шалейках подудели, на чём-то ещё грех был бас отпускать, чтобы и здесь что-нибудь нам не исполнили. Только с радостью. Как сейчас говорили, легко. Да. Давайте. Давайте. Вспомни, милая катарония. Крапива, лебеда, по дорожке стелется. Это была программа «О чём говорят» смотрите у нас на канале «Губерния». Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин